Всем привет! Обзор смартфона TCL 30+, версия на 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Модель T676K. Давайте посмотрим на комплектацию смартфона. В черном цвете смартфончик. В комплекте обнаружена пленка, которая была на дисплее устройства. Я ее уже снял. Тут вот некоторые технические характеристики смартфона. Так, тут у нас скрепка для сим-слота спрятана. Дальше силиконовая задняя накладка есть в комплектации. Документация, кабель и адаптер. Так, адаптер у нас вот такой. TCL на... Так, похоже, что стандартный. Хотя нет, с быстрой зарядкой 18 Вт. С поддержкой быстрой зарядки, окей. И кабель у нас... Type-C. Хорошая комплектация, неплохая. Так, и теперь по самому смартфону. Смартфончик сделан из пластика. Сзади тройная камера-вспышка. Вот, интересно так выглядит блок камеры. Вот такой матовый пластик. Ну, внешний вид неплохой, на самом деле. Как бы и стандартный, все размещение элементов управления стандартное. Ну, вот как сделаем блок камеры и матовый такой пластик, выглядит все неплохо. Справа кнопка включения, кнопки игровки громкости. Все на одной грани, не очень удобно. Лучше бы кнопки игровки громкости расположили где-то здесь. И причем, что кнопка включения находится прям по середине смартфона, даже чуть ниже ощущается. И тут же рядом кнопки включения. То есть, их уже вот сюда куда-то еще повыше, чтобы не путать кнопки, по крайней мере, первое время. То, понятно, вы привыкнете, но не путайте их, да. Чтобы первое время было бы энергономичнее, да, разместить их сверху. Эргономичнее, вот. Так. Сверху прорезь для динамика первого-второго, то есть у нас динамики с двух сторон. Снизу Type-C порт, динамик, джек для наушников, микрофон. Толщина смартфона всего лишь 7,7 миллиметра. Очень тонкий смартфон, при том, что батарейка 510 миллиампер час. То есть, они еще в стандартный, да, в меньший корпус всунули стандартную батарею, даже чуточку увеличив ее емкость на 10 миллиампер час. Хорошо. Диагональ дисплея почти 6,7 дюйма, 6,67. Так, разблокируем. Дисплей у нас AMOLED, 2400 на 1080 точек. Так. Об устройстве. Вот. 4128 версия, камера основная 50, плюс 2, плюс 2 мегапикселя, фронталка 13. Красивенько все сделано. Вот. TCL UE, это лаунчер, версия 4.0.2. Версия Android 12. Окей. В общем, классный дисплей AMOLED. Давайте его только ярко сделаем максимальный. И перейдем в синтетические тесты Geekbench 5. Приятный лаунчер. Вот этот TCL. Тут вот все сразу по категориям разбивается. Ну, это все по стандартному идет по умолчанию. Есть какие-то даже их приложения, которые сразу по умолчанию встроены. Все приложения от Google. И вот тут вот тоже все приятно выглядит. На самом деле, неплохой лаунчер. Geekbench 5. Процессор MediaTek MT6765. 4, плюс 4. И PowerVR. Вот. Все было хорошо до вот этого вот момента. То есть, железо тут бюджетное. То есть, да. При том, что смартфон, он как бы, ну, тоже считается бюджетным, но все-таки, да, чуть дороже. Вот. Но тут вот самое простое железо. То есть, даже в этой ценовой категории смартфоны часто с намного лучше железом идут. Тут вот классный дисплей. Неплохой внешний вид. Но по железу, конечно, не очень. То есть, самое-самое стандартное. Вот. И результат видеоускорителя. Я даже его не ставил, потому что нет смысла. Там будет несколько баллов. И очень долго делается тест. То есть, по Antutu Benchmark смартфон 122. 1000 всего лишь набирает. То есть, это как смартфоны в полтора, а то и два раза дешевле. Набирают такие же цифры зачастую. Делаем тест мульти-тач. 10 касаний поддерживает тач-устройство. Хорошо. Вот. Гатаса Андрес. Сейчас будем смотреть, запустится ли с первого раза. В общем, вот так вот пока все хорошо по смартфону. И комплектация неплохая. Но производительность тут не очень. 3 black��andeда. 1 лаборатория вжраз. 2 лампы. 2 лампы. 3 лампы. 3 лампы. на вот вылетает это сандрес но это на максимальных настройках графики возможно я поспешил не нужно было выставлять на максимальное сейчас давайте попробуем понизить настройки до дефолт только яркость оставим высокую смотрим что будет на все равно вылетает в общем с игрушками вот не хватает при том что тут дисплей full hd 2400 на 1080 точек amoled конечно производительности не хватает как помню то есть это минус смартфона нового да есть другие плюсы внешний вид тонкий действительно хороший дизайн возможно один из лучших до в этой ценовой категории то что там может продаваться явно это плюс смартфона особенно если взять в каком-то не знаю будет ли он продается ли он вообще ну вот в черном цвете если взять в белом то вообще это будет очень круто выглядит смартфон классный amoled дисплей но производительность не очень так идем дальше давайте посмотрим на громкость музыки громкость музыки в сравнении с iphone 6s открываем музыка 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 И слушаем на максимальной громкости. Вот, ну, по динамикам лучше на TCL, причем значительно лучше и по качеству музыки, и по громкости музыки в сравнении с iPhone 6s. Окей. То есть iPhone 6s как такой некий стандарт, такая некая середина. Вот, тут без вопросов, динамики хорошие, лучше, чем на iPhone 6s. И теперь покажу вам примеры снимков на основную камеру. Выведу снимки на экран. На этом все. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok